Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск авторской программы «Формула вероятности». И сегодня мы поговорим о стиле, понятии стиля, какие стили будут основными трендами в ближайшее время. С нами замечательный дизайнер, модельер Аделина Раскин. Здравствуйте, Аделина. И также с нами общественный день деятель, яркий начинающий, можно сказать, политик, общественный деятель Тимур Дзейтов. Добрый день, Тимур. Ну что ж, мы поздравляем всех с открытием нового политического сезона. Мы знаем, что полная свежих сил наша Государственная Дума теперь обновила свой депутатский состав. Но в условиях, как бы сказать, такого модернизированного, обновленного состава политического нашего эстаблишмента мы поговорим все-таки больше о дизайне, о том, что сегодня носит, что сегодня в моде. Аделина, вам первый вопрос. Насколько вам кажется, что вот эти вот санкции, которые испытывает Россия, вот этот режим таких, так сказать, ограничений со стороны наших западных партнеров, благотворно сказался на развитии отечественного бизнеса, в том числе легкой промышленности, в том числе фэйшн-индустрии? Я думаю, что как любой путь и начинание, это всегда непросто. И это болезненно сказалось на многих отраслях, людях, бизнесе. Но спустя год, как это все, наверное, уже начало переходить в более лучшее, наверное, режим развития. И совершенно новые люди приходят в бизнес, совершенно новые программы строятся. И импортозамещение, оно произойдет, да. Произойдет и наша индустрия легкой промышленности. То есть это неизбежность, это же некая необратимость, данность. Да, да. Но это благотворно для России или как испытанию все-таки? Я думаю, что это прекрасно для нашего русского народа, потому что мы должны тоже выходить на рынок, обеспечивать себя в первую очередь своими продуктами, своим производством, своей модой, своими интересами, а не постоянно, чтобы нам диктовала Европа или Китай. Согласен с вами, Адалина. Тимур, вот недавно Владимир Владимирович Путин на одном из своих выступлений сказал, что основная сила России... У нас вообще много потенциалов, много таких источников действительно сверхмощи нашей державы. Но один из источников это единство и братство наших народов. Вы как раз представитель Ингушетии, да, братской Ингушетии. Хотя вы выглядите как европейцы. Вы все-таки в себе какую-то национальную черту носите. Как вам кажется, вы все-таки больше европеец или вы самобытный, скажем, Ингушев в составе Российской Федерации? Знаете, что касается, наверное, воспитания и нравов, конечно же, я остаюсь Ингушевым, безусловно. То есть, да, я воспитан именно в ингушских традициях. А что касается развития, как вы сказали, европейский манер, да, я в школу, университет заканчивал в Москве. И, видимо, так сложилось, что взгляд у меня более европейский. Но, безусловно, нравы и традиции я свои чту, помню и остаюсь Ингушем, конечно. Очень здорово. Как вам видится? Я знаю, что, кстати, большая диаспора Ингушев живет в Лондоне, да? Присутствует ей, конечно. Вообще, как-то свойственно вашей нации вот такое подвижничество, и вот особенно в сфере коммерции, предпринимательства. Это что-то, горный дух такой какой-то? Почему? Или вы просто лидерами привыкли быть? Ну, точно я вам на этот вопрос не отвечу. Просто дело в том, что сама республика Ингушетия на Кавказе, она, наверное, не наверное, а точно, она самая маленькая. И численность людей также, порядка полумиллиона, это численность всей нации. Ну, это один из самых маленьких субъектов федерации, насколько я знаю. Я бы сказал, он самый маленький. Самый маленький. Самый маленький, да. И что по численности, и что по территории. Ну, Ингуши всегда были такой довольно-таки гордый народ. Ну, вот если взять отчетный, вот, так сказать, период, вот, последняя Олимпиада, так ярко выступили ваши борцы, и, можно сказать, гордость России принесли, золотые медали, и все. Ну, знаете, у нас всегда были талантливые спортсмены, и до этой Олимпиады, всегда, на протяжении того момента, как Ингуши начали заниматься спортом, видимо, просто появились новые возможности у тех или иных спортсменов, я имею в виду представителей Ингушетии, появилась возможность проявить себя, и только в этом плане. Хорошо. Ну, вернемся к теме нашего обсуждения. Вот, Аделина, вот мы говорим о стиле, вот вообще высокое такое, емкое понятие стиль, согласитесь. Вот мода и стиль, это эквивалентно, можно поставить знак равенства, или все-таки есть какое-то различие, дистинкция какая-то вот между двумя этими терминами? Все индивидуально. Стиль — это индивидуальность человека. То есть вы выбираете стиль элегантный, да? Это ваш образ жизни, ваша работа. Есть люди выбирают стиль спортивный, они занимаются профессиональным спортом, и более комфортно всегда ходить в трикой и маечке. Да, но в любом стиле мода диктует свою линию, да? То есть сегодня в стиле спортивном модно вот такие вот маечки. Ну, скажем, Лим Бессон, он снимает стильные фильмы, да? Вот он такой хедлайнер жанра, востребованный режиссер. Но на пати всегда приходят вот рваные майки. Почему? Это он что, таким образом эпатирует, что ли? Что это такое? Или это просто жажда так самовыражаться, или смеяться над стилем? Почему? Это уже образ. Образ, да? А, это другое, да? Это уже образ, да. Это сценический образ, да. Это у человека сценический образ. У Мадонны свой образ, у Люка свой. У нашей Примадонны свой, да? Ее все узнают, поэтому Балахона, который в последние годы она немножко меняет, видимо, из-за образа своего молодого мужа. То есть это просто надо найти какую-то свою нишу, да? Что угадать, вот чтобы срезонировало это с общественным каким-то мнением, да? Я думаю, что все зависит от вашего образа жизни, где вы больше всего находитесь. Если вы на сцене, то у вас сценический образ, да, всегда присутствует. По нему вас узнают, вас знают, это ваша визитная карточка. Если вы в спорте, то вы больше, конечно, предпочитаете спортивную. Но если вы на телевидении, как вы, то всегда элегантность присутствует. Спасибо, Аделина. Вот очень красивый разбор такой аналитический. Вот возьмем вас, Тимур. Вы все-таки, мне кажется, стильный человек. Что-то мне подсказывает это и по дресс-коду, и по всему. То есть вы ориентируетесь на какие тренды? Спорт, я не знаю, там, элегантность, вечерний стиль, аристократический. Вот вы перечислили, мне кажется, дело в том, куда ты направляешься, где ты будешь находиться. А что касается спортивного стиля, если я иду в спортзал, соответственно, я в спортивных вещах иду на какой-то вечер, то там бар, ресторан, конечно, я буду более элегантно выглядеть. Это в зависимости от того или иного места. А что касается моды, конечно, она присутствует везде. Что в спортивном стиле, как Аделина сказала, что в классическом и тому подобное. В зависимости от того места, куда ты пойдешь. Вот для вас, как вы считаете, понятно, что у нас наша отечественная фэйшн-индустрия представлена такими яркими именами, как там, скажем, Слава Зайцев, Юдашкин и так далее. Но вот ваш прогноз, у нас прогностическая программа, мы выставляем прогнозы, будут появляться какие-то новые светила? То есть, должны ли какие-то новые имена появляться, новые какие-то, так сказать, стилевые решения, фэйшн-индустрии, какие-то зажигаться яркие молодые звезды появляться? Безусловно, особенно у нас в стране, у нас множество ребят именно талантливых. Должны, мне кажется, так и будет. То есть, из-за этой ситуации, когда у нас происходит импорт-замещение, безусловно, это возможность для молодых дизайнеров проявить себя, показать, конечно. Вот я недавно смотрел показ Рамзан Ахмадж Кадыров, отмечал свой, кстати, юбилей 40-летия. И вот одна из его жен, так сказать, жена его, представила яркую коллекцию. Вы не видели? Вот это полностью мусульманский стиль. То есть, закрыты руки, только лицо, все остальное закрыто, плечи и так далее. То есть, вот эти национальные особенности, как вам кажется, вот в наших исламских регионах России, они будут усиливаться или ослабляться? Мне кажется, они будут усиливаться. Мое мнение, что это правильно. Это республики, так сказать, где религией основной является ислам. Никого не секрет, что это довольно-таки строгая религия, если так назвать. А что касается этих одеяний, то это по законам ислама. Ну, разница лишь в цветах, тканях. Хорошо. Замечательно. А вот к вам, Адельин, вопрос такой. Вы на кого все-таки держите курс? Кто для вас, вот, хедлайнер жанра и вот для вас авторитет в области фэшн-индустрии? Не обязательно, может быть, отечественных брать. Вот, кто для вас так, ну, там, вот, там, с Пьер Кардена начинает, а мы не знаем. Нет, я думаю, что авторитет, это, конечно, прекрасно. Ну, для меня вот авторитет – это глава государства, да? А в моем… То есть у нас стильный глава государства, мы должны вот это признать. У нас очень элегантный всегда. Мы накануне, кстати, его дня рождения, завтра день рождения. Вот это хороший повод, да? Да, мужчинам можно равняться на него, да, но авторитетов у меня нету. Я делаю то, что у меня внутри, да, я не придумываю, я не смотрю. Вот я чувствую, и так я это делаю. То есть это какое-то наитие, вдохновение? Как это приходит? Я думаю, что это что-то врожденное, вот какая-то есть извилина в голове, которая существует у дизайнеров, да, и из нее поступает вот это вдохновение. Но из дизайнеров мне нравится Ральд Лорен. Классический, удобный, спортивный, элегантный. Мне, да, мне нравится его коллекция. Спасибо. Вот, кстати, интересный такой вопрос. Мне бы хотелось мужскую точку зрения на дизайнеров. В основном, конечно, это больше женская профессия, да, или мужская профессия дизайнера вообще? В больших домах моды это всегда занимали мужчины первое место. Да, все-таки это мужская, видите, как... Ну вот возьмем, скажем, Яну Рудковскую, да, она все-таки была так ближе, наверное, может быть, к шоу индустрии, к шоу, так сказать, вот к эстрадному какому-то направлению. Ну вот она тоже зарегистрировала свою, как бы, линию. И многие у нас сейчас становятся. То есть почему? Потому что это востребовано. Почему многие стремятся стать дизайнером? Вот, Тимур, как кажется, вот... Ну это, наверное, проявление... Социальный разбор такой, да. Тех или иных качеств человеком, того, чем бы он хотел заниматься. Ну, что касается дизайнерских, я никогда себя не видел в этой, да, индустрии. То есть ты должен признаться, по крайней мере, ты, так сказать, переквалифицироваться в дизайнер, не собираешься. Я предпочитаю носить дизайнерские, да, там, те или иные вещи, а быть своему... Ну, это просто не мое. Ну что ж, мы поговорим после рекламной паузы о том, быть или не быть демиургом. С вами «Формула вероятности». Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, «Формула вероятности» мы говорим о стиле, о большом стиле, о высоком стиле, об изысканном стиле, с множеством прилагательных. Аделина, вот вопрос такой к вам. И как дизайнеру, и одновременно как человеку такому практичному... Кстати, вот кто практичнее, мужчина или женщина? Мы задались вопросом все-таки к дизайнерской профессии больше мужская или женская. А в повседневности женщины, мне кажется, практичнее мужчин, нет? Ой, это черта характера. Основная масса мужчин, да, они более практичные, они купят удобный шкаф, удобный костюм, хорошую машину. Машина практичнее, основная чем женщины? Основная часть мужчин более практичная, да. Они не купят красивую машину, они купят машину, которая качественная, которая будет им служить долго. Вот, но есть и в мужчинах, ну, наверное, 10%, которые тоже шопоголики, которые покупают все подряд, сливают деньги в магазинах и не носят это, выбрасывают. Это любимцы женщин. Вот этим, да. Это любимцы женщин, да. С ними можно ходить, покупать, продживить, и он не будет злиться, обижаться. Тимур, вы, кстати, еще поболете, нет? Я считаю себя нет, но все мои друзья говорят, что да. Да, вот это интересно, вот это ответ дипломата вообще, такой завуалированный, да. Пока ты, кстати, сам не испробуешь, не узнаешь. Ну что ж, хорошо, вот вам как к практичному человеку, хотя, с одной стороны, понятно, что красота – это некое бескорыстное служение и так далее. Вот у нас кто наиболее продаваемый из наших дизайнеров, отечественных? Сейчас мода совершенно изменилась, и самые продаваемые – это, наверное, те, которые не с завышенной ценой, да. Терехов очень популярен в Москве, у него есть свои магазины, он известный, все российские женщины равняются на Терехова, хотят или его коллекцию, или как у него коллекцию, да. А с чем он угадал? То есть почему вот он срезонировал? Что было? Я думаю, что это подход. Именно не делать то, что тебе нравится, то, что ты себе нафантазировал, а делать то, что требуется рынку, да. А, понятно, то есть такой социологический разбор, анализ очень глубокий, да. Да, то, что требуется рынку, то, что необходимо в климатических условиях, в средневной жизни. А вы себя относите к таким социологическим художником больше? – Ну, да. – Хотелось бы, да, да. – Ну, да. – Ну, вы так сказали, с сожалению некоторым, нет? – Ну, вот мне бы хотелось делать постоянно практичные какие-то вещи, более продаваемые, чтобы вот касса росла и увеличивалась. Но, ну, как бы сломать себя тяжело. – Ну, вы такой романтик от дизайна, романтик больше. – Да, да, да. Я иду закупать ткани, я все равно покупаю их разноцветные, цветные, красивые, которые мне вот все. – Трепещет моя душа. – Ну, вот это очень хорошо, что все-таки это присутствует еще в нашей культуре. Я думаю, благодаря этим экспериментам и такому подходу, вот, подходу, я бы сказал, подвижника, всегда развивается отрасль. – Тимур, к вам вопрос. Вот мы говорим о стиле, да? Есть, конечно, там мир высокой моды, там, с какими-то таблоидами и показателями и критериями. – Есть еще вот повседневная масса, вот, скажем, молодежь, вы все-таки больше так, если про общественную вашу деятельность говорите, с молодежью, да, коннектитесь? – В основном, да. – Да, вот. Вот почему у молодежи есть свои какие-то ответвления в стиле? Почему вот, и это хорошо, или плохо, или как вот наша молодежь социализирует, да? – Да. Вот, скажем, вот у нас есть там патриотки РФ, да, зарегистрировались, они тем привлекли вообще внимание мировой общественности Крыму, что они взяли и вышли в купальниках, на купальниках были изображения наших лидеров, Путина, Медведева. Я не знаю, правильно это или неправильно, тоже вот, так сказать, с политической точки зрения. Но, с другой стороны, все это потом начали печататься в разных газетах западных, да, то есть через сенсацию, то есть правильно это, где здесь этическая составляющая? – Вы, вам какая нравится молодежь? Вот, спортсмены, так сказать, я не знаю, там, фанаты футбольные, вот, кто для вас особенные там в воплощении стиля, как вы дифференцируете эти группы? – Ну, что касается воплощения стиля, тяжело сказать, мне симпатичнее молодежь здоровая, та, которая учится, занимается спортом, ведет, ну, правильный образ жизни. Что касается футбольных фанатов, мне не всегда это было понятно, в том плане, что вот крайность их действий, наверное, есть намного более интересные занятия. Вообще, сам стиль для меня всегда казалось, это выражение, это характер человека, многое можно сказать по тому, как человек одевается по его, да, по его стилю, конечно, как мы говорили, там, что спортивный, что классический, какие вещи он выбрал, что он подпочитает. Ну, если, конечно, не выбирать нашу сборную, они все одинаковые. – Понятно, ну, да, футбольная форма, да, это такая универсальная составляющая. Вот, Тимур, такой вопрос, мне понравился ответ, кстати, очень говоря, вот, мне нравится молодежь, которая учится, которая образовывается, которая стремится к чему-то и чего-то достичь. То есть, это элита, да? Можно сказать элита? – Нет, я не считаю это элитой, я считаю это нормой, в первую очередь нормой, конечно. – А кого тогда ты считаешь элитой? – Элитой – это, наверное, больше происхождение, нежели образ жизни, потому что, ну, как сказать, молодой человек или молодая девушка должна развиваться, что физически, что там, участь. – Интеллектуально. – Да, интеллектуально, конечно. Мне непонятно ребята, которые имеют много свободного времени и тратят его непонятно на что. Вот, опять же, крики на стадионах, вот эти, ну, это как одна из сфер. Это норма, мне кажется, норма, она закладывается именно в воспитании, в семье. – Ты себя считаешь представителем элиты? – Нет. – А хотел бы стать? – Я бы, наверное, соврал и сказал бы нет. Каждый человек, мне кажется, хочет быть представителем элиты. – Тогда, смотри, тогда вот критерии принадлежности к элитой, в чем они проявляются для тебя? – Мне кажется, это происхождение большее. – Да, и вот, не знаю. – Не, ну, если мы говорим, что это такое происхождение, мы ставим за слово. Если человека нет происхождения, все, он уже в элиты не попадет, что ли, получается. Ну, наш президент Владимир Владимирович Путин, он же ведь пришел из достаточно, ну, как бы, среднего класса, что сейчас мы считаем. Но он стал, вот, в эстеблишмент вошел. – Ну, вот, что мы подразумеваем под словом элиты. – Ну, вот, я про это говорю. – Это дворянское некое происхождение или это же… – Нет, дворянское происхождение – это аристократия. А элиты – это те, кто сегодня, вот, избранные, те, кто влияют на… Есть экономическая элита, есть политическая элита, есть, ну, скажем, даже в дизайне, наверное, в фэйшн-индустрии своя элита, правильно? Кто у нас сегодня один из самых элитарных, Адерина, вот, модельеров, на ваш взгляд? – Гуляев? – Гуляев очень особенный, да. – Он востребован на Западе вообще? – Эээ. – Его знают на Западе? У нас вообще кого-то из наших моделиров, помимо Юдашкина и Зайцев, знают на Западе? – Я думаю, что на Западе знают всех наших дизайнеров, потому что Запад все равно, пытаясь завоевать наш рынок, следит за всем, что выходит, да, и всех представителей приезжают на неделю моду, смотрят все наши коллекции, да, приглашают модные дома к себе, чтобы, я думаю, скопировать, скопировать нас. – То есть вот этот шпионаж промышленного все равно, это как некая данность? – Да, существует. – Да, существует. – И не просто так Дольче Кабано, он выпускает все свои коллекции с рисунками российскими, да, с березками, с всеми цветочками, розочками, которые у него… – То есть он подстраивается под русский стиль? – Да, он подстраивается. Сейчас я вижу такое вение ислама именно, да, что они начинают запускать рисунки более такой, восточные. – Ну, это тоже маркетинговый ход такой. – Да, потому что, видимо, российский рынок перенасыщен, и они уходят больше на восток, где люди были долгое время под гнетом, а сейчас они выходят в свет и хотят одеваться красиво. И, да, европейцы, я вижу, они начали туда уже направляться. – А вот, допустим, если взять ваши амбиции и мечты как дизайнера, вы себя больше видите реализованным на западе или на востоке, там, в Китае, там, не знаю, в Гонконге, в Северной Корее, ваш фокус куда? – Каждому человеку хочется, наверное, всемирного признания. Но для меня задача сейчас именно российский рынок, в первую очередь Москва, потому что рынок большой, работы много, неохваченный. Если за год мы были представлены на 30 площадках только российских, Санкт-Петербурга и Казани, то площадок намного больше, да, их тысяча. Поэтому сейчас у нас в планах, в задачах завевать московский рынок. – Ну, то есть, вы считаете, что своим брендом вы поддерживаете все-таки высокий стиль, и это, как бы сказать, способствует, скажем так, процветанию России и укреплению имиджа в культурном контексте, да? – Своим вкладом хотелось бы, чтобы наши российские граждане взяли какой-то ориентир на красоту, на здоровье, на благоустройство своей жизни, жизни города, чтобы они духовно развивались, потому что именно красота способствует этому, да. – Вот это ключевые слова для меня. Действительно, красота. Красота, вот, кстати говоря, вот мы выходим к какой-то такой кульминационной точке нашей сегодняшней программы. Тимур, вот для тебя красота, она проявляется также в поступках? То есть, можем ли мы сказать, что поступки красивые, они, так сказать, зачастую могут даже и компенсировать какое-то отсутствие красоты внешней? – Ну, это в дальнейшем. Вначале, конечно, происходит… – Первичный контакт, визуальный. – Да, конечно, безусловно, визуальный контакт. – А поступки – это уже далее. Что, вот, как Адалина сказала, красота, она, наверное, вначале идет визуально, а потом уже… – Вот ты себя считаешь джентльменом? Ты придерживаешься кодекса джентльмена? – Ну, да, меня воспитывали в этом, в таком плане, скорее всего, да. – Просто есть знаменитый вот афоризм Вуди Алина, что он был настоящим джентльменом, он никогда не бил женщину по лицу, предварительно не сняв шляпы. – Это вот как вот… Просто я знаю, на Востоке там как-то более такая мужская доминанта, женщина всегда в тени. – Безусловно. – Это у тебя такая же модель брака будет? – Знаете, я сам холост, и какая она будет точная, я вам сказать не смогу, но во мне постоянно присутствуют вот эти две стороны – европейский взгляд и, опять же, вот, кавказский нрав, наверное. – Ага. Я постараюсь их совместить. – Ну что ж, замечательно, у нас был очень продуктивный разговор. В завершении очень короткий прогноз ваш. Россия, как стиль, это Евразия, будет больше развиваться в сторону Запада или в сторону Востока. Просто короткая характеристика, и мы завершаем. Ваше время, Аделина, мнение и вот реплика. – Мы будем молиться за то, чтобы наша Россия была неповторимой. И Запад, он уже копирует нас, всегда копировал и подстраивался, потому что нас много, и мы завоеватели. И Восток немножко, он другой, он совершенно другой. И я надеюсь, что у нас будет стержень, на который будут другие смотреть и повторять. – Красиво зазвучало, прям. Мне это звалось, это спасибо. Патриотично очень, Тимур. Тимур, ваш прогноз? – Мне кажется, на Запад нам в данный момент дорога закрыта. И мы, наверное, скорее всего, будем от безысходности, уже так скажу, развиваться в сторону Азии. – Ну, это не безысходность, а альтернативность, скажем так. – Или альтернативность. – Ну, спасибо за тоже ваш трезвый, скажем так, разбор. Дорогие мои хорошие. Ну что ж, we are the champions, мы лучшие, we are the best, мы на самом деле скифы с раскосыми глазами, нам все по силам, мы обязательно справимся. И будем диктовать большой стиль в 21 веке. Это была формула вероятности. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok